Аплодисменты В чем там особенность этого монолога? Почему именно о нем мы вспоминаем? Дирижер управляет оркестром. Оркестр играет не больше не меньше пятую симфонию Бетховена. О чем же он думает этот дирижер? Оказывается он думает о бытовых проблемах, о своих личных каких-то делах. То есть он выключен из творческого процесса. А это самая большая беда для артиста. Я вот всем нашим артистам объясняю. Когда входите в театр, оставляйте свои проблемы на улице, желательно за два квартала. Потому что хотим мы или не хотим, здесь на сцене должно твориться волшебство. Здесь наше подсознание сотрудничает с небесами. Оттуда что-то возвращается, какой-то импульс. И через артиста веером расходится по зрительному залу. Это в идеале так. Вот мы с вами не просто сейчас общаемся. Мы обмениваемся биотоками. Я вам, вы мне. Вот скажите, пожалуйста, есть разница между телевизионным выступлением и вот сценическим? Есть или нет? Есть. Вот я об этом толкую. На этом живом контакте и держится его величество театр. К сожалению, экран не перекидывает биотоки. Короче говоря, дирижер был выключен из творческого процесса. И вот что получалось. Бытовуха и великая музыка создавали какой-то художественный контраст. Ну, легко сказать, возродить. Я попробую, а вы посмотрите, получается у меня или нет. Витховен. Симфония номер пять. За дирижерским пультом. Маэстро. Симфония номер пять. Аплодисменты. Надь же, рукав испачкал, когда менял колесо. Интересно, Бетховен тоже сам менял подковы своей кобыли? Говорит, только скипидаром оттереть можно. Наши опять футбол продули. Натереть бы им скипидаром одно место. Цены повышаются каждый день. Сейчас недорогую квартиру в Москве можно снять только на фотоаппарат. Такое впечатление, что Россия виновата во всех мировых катаклизмах. В Египте переворот у нас повышает цены. В Англии жгут магазины, у нас повышают цены. В Таиланде наводнение у нас повышает цены. В Греции проблема у нас повышает цены. Председатель Международного валютного фонда изнасиловал горничную. У нас в связи с этим повысили цены. Говорят, в конце 2012 года будет конец света. Представляю, как подскочат цены. У меня, между прочим, в ванной из крана вода течет. Вода. А судя по квитанции за апрель месяц, должно течь Хеннесси. Кто сказал, что государство – это мы? Государство – это нас! Ой, странный народ, мужики. Как спать со всеми подряд, так ничего страшного. Как чужую флешку в свой компьютер ставить, так сразу спрашивают. А вирусов нет? Ну, между прочим, я уже третий год не изменял ни жене, ни любовнице. Ни какой-либо другой своей женщине. У меня жена, конечно, загадочная женщина. Все, что угодно загадит. Если не успеет, придет ее подруга, догадливая. И догадит-ка. Недавно рассказывает. Купила платье, тютелька в тютельку. Сегодня померила, жмет. Неужели тютельки выросли? Я успокаиваю, как могу. Ну и что, что грудь маленькая. Зато бусы ровно ложатся. Ну а же с женщинами все наоборот. Мужик выпил, все забыл. Женщина выпила, все вспомнила. Недавно спрашиваю. Дорогой, а что такое копчик? Это конец позвоночника в интересном месте. Странно, у меня там голова. Все-таки из всех насекомых не зря люблю только самку богомола. Молодец, баба. Полюбила, соблазнила, съела и забыла. Куда бы поехать отдыхать этим летом, а? За границей надоело уже. Поеду в деревню к деду Ивану. У него там каждый день праздники. Иван купала, Иван загорала. Иван кайфовала. Ну, главное, конечно, Иван выпивала. Вот спрашиваю, что это ты с утра уже нажрался? А что мне на работу? Не жрамся я хочу? А все-таки лучше в отпуск никуда из квартиры не отлучаться. В прошлый раз вернулся из отпуска, нашел под кроватью красный носок. Один, главное. Откуда? Я красные носки не ношу. Ну, откуда? Интересный анекдот рассказал флейтист. Надо бы его запомнить. Я анекдоты почему-то не запоминаю. Иногда слушаешь, слушаешь. В конце только понимаешь, что ты его знал. А это такое интересное. Мышка в лесу набредает на лося. Подходит к нему сзади. Ясненько? Подходит спереди. Непонятненько? Сзади. Ясненько? Непонятненько? Лось у нее-то что-то спрашивает. Мышка, мол, что ты тут? А она ему. Вот смотрю на тебя, лось, и никак не могу понять. С такими данными такие рога. АПЛОДИСМЕНТЫ Сильное произведение. Бетховену было хорошо. У него не было дочери. Ему не нужно было покупать ей то, что она просит. Моя тут заявила ей срочно. Для того, чтобы пойти в восьмой класс, нужно купить айфон, айпад, ноутбук, норковую шубу, розовый портфель, со стразами, с воровски, и на всякий случай тетрадку с ручкой. СМЕХ Бабка ей говорит, в твои годы я вела интимный дневник. Это устарела бабусь, и я сейчас веду базу данных. СМЕХ Как экзамены подорожали, папа. СМЕХ И все-таки откуда у нас в квартире красный носок? Оказывается, Александр Розенбаум носит парик наизнанку. СМЕХ Я этого не знал. Как много в жизни интересного. Говорят, если бы Чак Норрис женился бы на Ксении Собчак, и взял бы ее фамилию, он был бы Чак Собчак. СМЕХ Да че ж музыка медленная, а? Что-то грустное. Ой, хочется компанию, веселую компанию. Неважно какую, газовую, нефтяную. СМЕХ А может проще, шоколадную фабрику. Сделаю жену счастливой, будет вся в шоколад. СМЕХ Надоели мне эти претензии, особенно по поводу гардероба. Носить нечего, а вешать некуда. СМЕХ Женщина, в конце концов, должна понимать, что когда мужчина говорит ей «да», он чаще всего не успевает просто договорить фразу «да, пошла ты!» Что такое, фраг мешает дирижировать? Ну, неужели пополнем? Вот несправедливость какая. Нервные клетки не восстанавливаются, а жировые не подыхают. СМЕХ Ой, да пошла ты! Ой, звучит как музыка. Многих хочется послать, но они и так там безвылазны. Все-таки интеллигентный человек никогда не скажет «да, пошел ты!» Он скажет «я вижу, вы далеко пойдете!» СМЕХ Что-то сумбурные мысли сегодня. Чувствуется, перебрал вчера сока пшеничный. Вот тоже непонятка. Водка мягкая, сок добрый, сигарета легкая. Почему весь день такой фиговый? А потому что душа просит романтики. Пятая точка просит приключений. Сердце любви. Ну, печень, конечно, алкоголя. Тело секса. И только разум скотина против всего этого. СМЕХ А как же быть с человеческими рефлексами? Нос зачесался, печень вздрогнула. А потому что мужик не кактус, ему пить надо. СМЕХ Он вчера ходил долго по кладбищу. Ну, так получилось. Читал эти ленточки на венках. От соседей, от сослуживца, от жены, от друзей, от водки никто не помер. СМЕХ Никогда не пробовал сушить голову миксером. СМЕХ Говорят, волосы получаются редкие, но кудрявые. СМЕХ Заодно массаж. Есть шанс поумнеть. СМЕХ Надо умнеть. Пора заняться бизнесом. А то чем я занимаюсь? СМЕХ Бизнес-план такой. Беру в банке кредит 1 миллиард долларов. СМЕХ Покупаю этот банк. СМЕХ И разрешаю себе не отдавать кредит. СМЕХ Все, я олигарх. СМЕХ Да, сейчас. Подпустят они меня к своему корыту. СМЕХ Ищи дурака. Кстати, можно ли назвать человека дураком? Который в анкете в графе, где написано «не заполнять», написал «хорошо». СМЕХ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А я написал. СМЕХ Что такое? Опять тромбонист вовремя не вступил. Вот паразит. Понижай статус нашего театра. Скоро нас вообще, вообще никуда приглашать не будут, наш оркестр. Ну и рожа. СМЕХ Здесь природа не просто отдохнула. СМЕХ Пикничок устроила. СМЕХ Сидит потный весь, лохматый, небритый, в одном носке. СМЕХ КРАССИЯ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ О ЧЕМ ЭТОЯ У Бетховена и нищета. О, Господи. И глухота. И несчастная любовь. А я О каком-то, о чем-то. В общем, суета-сует. Простите. Простите, маэстро. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА «Аплодисменты»